Я начну с того, что именно китообразные – это те виды животных, то есть киты-дельфины, которые тяжелее всего переносят неволю. Все животные плохо переносят неволю, но виды, которые перемещаются в пространстве за счет эхолокации, то есть посылая сигнал, который отражается от твердых поверхностей, они наиболее тяжело находятся в плену бассейнов, потому что эти сигналы отражаются от стен, ну и плюс к тому, что эти животные высокосоциальные, живут всегда стаями, семьями и проплывают 150 километров в день. Поэтому их пленение – это неимоверно жестоко, и весь мир сегодня вот в таких тенденциях находится уходить от содержания млекопитающих в неволе. В России подвижки тоже есть, общественность уже этот вопрос услышала. У нас существует порядка 110 в соцсетях групп, которые в разных городах уже посвящены теме содержания в неволе. Как организация защиты прав животных, мы со своей стороны тоже идем по пути запросов. То есть вот что касается форм переездных, они априори своим фактом существования нарушают огромное количество норм санитарных, гигиенических, ветеринарных и так далее. Мы делаем запросы, и шесть профильных структур вынуждены нам отвечать, из чего у нас складывается полноценная картина о том, что это одни сплошные нарушения. Чтобы люди представляли, что такое переездные дельфинарии, это каркас, воздвигаемый за несколько дней, за четыре дня, с куполом, который из пластика горючего. То есть с точки зрения пожарной безопасности это абсолютно все небезопасно. В то время, когда он сооружается, привезенные дельфины все эти четыре дня находятся в емкостях размером с тела. То есть они буквально не могут повернуться. Точно так же их перевозят вот в таких вот похожих на гробы, контейнерах, где нет никакой возможности двигаться. Дальше, когда они находятся внутри этих дельфинариев, а это уже речь идет и о стационарных и об этих переездных, то там естественно не океаническая вода, в которой они привыкли жить. Это имитант воды, где используется дальше соль, гипохлорид, натрия. То есть со всех сторон это явление надо запрещать. Кроме того, оно небезопасно для людей, чтобы они понимали, что они дальше будут плавать в емкостях с очень небольшим пространством, где буквально продукты жизнедеятельности этих животных присыпаны хлоркой. И у нас есть общие заболевания. Вот они относятся к онковирусам, например, папилломы человека, которые уже заболевают дельфины. И это опасно для людей. А с точки зрения самих животных, конечно, это все неимоверно жестоко, поэтому тут никаких других вариантов нет. В России сегодня 50 дельфинариев, 6 из них строятся еще. И урон, естественно, колоссальный. Наносится и при выловах животных. Хотя очень странно, почему нарушается повсеместно 156-е постановление правительства, которое категорически запрещает отлов дельфинов ради коммерческих целей. Ну, там вот они находят лазейки, что по квотам ловят одни, получают квоты на научные цели, а дальше во временное пользование передают другим. Вот такая вот... Постановление есть, как-то есть лазейки, да? Постановление есть, действует с 1996 года, но на деле люди нашли лазейки, чтобы делать бизнес. Вот если провести параллель, жизнь дельфина не более и жизнь в открытых, естественно, условиях, какая продолжительность жизни? Ну, если мы возьмем, например, широко распространенный вид, который занесен в Красную книгу, дельфина афалина. Афалина, которая чаще всего в наших используются в дельфинариях, ну, в природе где-то 50 лет и ровно на ноль, на порядок сокращается срок жизни в условиях дельфинария. Почему? Потому что вот этот имитант солевой, гипохлорид натрия, при взаимодействии с водой, образует хлорноватистую кислоту, а она уже во взаимодействии с продуктами жизнедеятельности этих животных образует вот те самые страшные хлороорганические соединения, которые жгут дельфинам кожу, жгут им глаза, приводят к дисбактериозу кишечника. И дальше, когда их лечат антибиотиками, полностью отказывает печень. Картина везде одна и та же. И они уже начинают отказываться от еды, и их срок сокращается очень сильно. Если они рождают детей в условиях неволи, то это уже неоднократно доказано крайне высока смертность, и мы получаем животных с очень искаженным генофондом. Ну, я рада, что органы власти видят, как эта проблема уже довольно широко простирается. И вот те ответы, которые ставят в тупик профильные структуры, а это шесть структур, это Росприроднадзор, это Роспотребнадзор, потому что взаимодействие с людьми, это природоохранная прокуратура, департаменты природопользования по городам, управление ветеринарией и обычная прокуратура, если речь идет о краснокнижных видах, афалина, например, черноморская, то здесь уже, видимо, доносят до властей эти профильные структуры, что они встают в тупик. Они не могут нам на простейший вопрос ответить, а где карантин, а где дезинфекционные барьеры, почему карантин не выдерживается при выезде из города 30 дней, при въезде в город 30 дней. Естественно, это делает совершенно нерентабельным их вот эту коммерческую деятельность, потому что мы их обнаруживаем буквально вот вчера выезжающими из города, на следующий день уже они мастерят каркас в другом городе. То есть, в принципе, если бы, ну или это все равно вы не возьмете в кадр, но тут надо говорить о том, что профильные структуры должны исполнять свои обязанности. А вот на сегодняшний день, что сейчас нужно заложить в закон, какие нормативные акты выпустить, да, вот, чтобы пошли уже шаги, подвижки, вот что сделать сейчас нужно? Здесь речь идет не только, если вообще пытаться изменить судьбу морских млекопитающих, то речь здесь идет не только об одном законе, здесь мы еще касаемся семи смежных законов. Конечно, мы ожидали, что в законопроекте, который сегодня Госдума рассматривает, будет жесткий запрет переездных форм дельфинариев, цирков, зоопарков. Они априори нарушают все мыслимые и немыслимые нормы. В преддверии Всемирного дня китов и дельфинов 23 июля, это ваше послание обществу? Я хотела бы людям сказать, что мы сегодня живем в удивительное время, когда вся планета уходит от концепции антропоцентризма, все для человека, а остальное все превращено в сырье. Эта концепция нас завела в тупик, мы абсолютно утилитарный подход имеем по отношению ко всем видам, поэтому надо переходить на концепцию биоцентризма. Движение за права животных во всех странах сегодня достаточно мощное, и водораздел идет не по странам, он идет внутри человека. Вот каждый должен понимать, что ради своего эго ты хочешь прийти в дельфинарий и посмотреть на этих несчастных клиников в заточении, а они за это заплатят вот такую гигантскую просто цену разрушительную, и все зависит только от тебя. Ты голосуешь кошельком, вот что сегодня надо понимать. И есть все возможности уходить от этих сценариев, даже когда звучат аргументы, а как дети увидят. Но у нас плавание с дельфинами стоит иногда 10 тысяч, вот как это было в Москве, за всего лишь несколько минут. То же самое стоит билет на Камчатку. Восьми с половиной часовой перелет на Камчатку и участие в программах наблюдения за животными в естественной природе. У нас есть такие программы. Вот такие программы у нас есть на Белом море, на Черном море, есть на Дальнем Востоке. Дети хотят видеть животных. Аргумент с дельфинотерапией уже, к счастью, развенчан. И его основательница Бетси Смит уже заявила на весь мир, что это был не более чем рекламный трюк. Тут надо понимать, что да, я не отрицаю факт, что взаимодействие с этими животными действительно положительный заряд несет людям. Ну, когда они в естественной среде обитания. А когда это страдающие, больные животные с обожженной кожей, находящиеся на пятачке там в несколько метров. Они не просто не могут подарить вот ту радость, которая могла бы быть в природе, они еще и могут быть даже агрессивными. Вот эти миролюбивые виды. И не далее, как вот буквально там несколько месяцев назад у меня состоялся разговор с редактором одного из каналов российских. И она сказала, вот для меня был шок, когда я получила удар по позвоночнику. И после этого меня на скорой помощи из дельфинарии увезли. И я несколько месяцев лечилась. Такие случаи уже случаются? Их много. Мы статистику собрали, что такое вот животное, что такое морские млекопитающие в неволе, насколько вся поведенческая линия искажается. И, кстати, этот факт был признан в 2014, по-моему, году. Нет. Сразу два события произошли в 2011 году, когда Европейский парламент, эксперты по морским млекопитающим признали, что содержание китообразных в неволе приводит к изменению их физиологии и всем поведенческим реакциям. То есть это и есть аномалия их пребывания. А второй был положительный факт, но это уже достижение Си Шепард с тем, что суд международный в Гааге запретил китобойный промысел, который Япония ввела в водах Антарктиды под видом научных отловов. Но таких радостных много событий. Нас Индия признала дельфинов чувствующими существами. В России движение есть, со стороны общественности понимание есть. Мы ждем закона.